Заграничные командировки для студентов Воскресенского института туризма – дело обычное. Настоящий профессионал куется в деле, и институт гордится тем, что в состоянии предоставить своим студентам такие возможности. Максим совсем недавно вернулся из Турции, где провел полгода, работая трансферным гидом. Для него это уже вторая поездка. Новый опыт раскрыл не только его профессиональные качества, но и изменил личность. До своего первого года работы за границей я был достаточно скромный, тихий, то есть ходил, мало с кем общался. После первого сезона я уже начал, как бы, ну, был достаточно открытым, то есть мог с кем-то поговорить, завести с кем-то отношения, дружеские отношения, то есть все то же самое. Открытый стал более открытым, и после второго года я уже почувствовал какой-то прирост своих сил именно вот в голове, то, о чем я думаю, как все происходит, то, что мне нужно в жизни, я уже сориентировался. Карьера молодого специалиста развивается. Компания, в которой он работал, на следующий год пригласила его в качестве отельного представителя. Илья Голованев также недавно завершил практику в Турции. Трудности коммуникации, адаптация к новой среде, первые вызовы. Здесь на выручку приходят знания, полученные в институте. Если бы даже не вот первоочередные знания по психологии, сложно было бы, очень сложно, во-первых, приспособиться к другой стране, потому что, как бы, в другую страну, в другую среду попал. Нужно было как-то и там собраться побыстрее, чтобы именно в график свой рабочий уже попасть. Одно из необходимых качеств стрессоустойчивость. Знание психологии помогает сохранять самообладание, разрешать конфликтные ситуации. На стажировке Дарья Мурашова впервые попробовала себя в качестве администратора гостиницы. Горничные, официанты, бармены, прачки в ее подчинении. Комфорт гостей и репутация отеля зависит от нее. Эмоционально было очень тяжело. Я вообще не представляю, как я с этим справилась. Но я даже не знаю. Управлять людьми это на самом деле очень тяжело. Это надо знать людей, найти к ним какой-то подход, договориться с ними. Абхазия, где была Дарья, ей покорилась со своей работой. Она справилась на отлично, что позволило подняться на новую карьерную ступеньку. На следующий год уже мне предлагают приехать в роли управляющей двух отелей и попробовать перебраться в Москву, уже туда в офис работать. Они еще студенты, но уже штурмуют карьерные высоты. Из института они собираются выйти действительно готовыми профессионалами. Эти ребята не пытаются ловить удачу за хвост, а твердо знают, чего они хотят. Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости Искровект.